добро пожаловать на курс day trading дневная торговля форекс акции криптовалюта курс научит прибыльно торговать на рынке форекс акций и криптовалюты уроки которые рассмотрим в этом курсе что такое дневная торговля одна из лучших внутридневных стратегий торговля по настроению скальпинг моментом торговля по тренду свинг трейдинг rsi как индикатор перекупленности и перепроданности стратегия и шимоку кинка хио стратегия rsi и стахастический осциллятор стратегия гэп и торговля по price action какие бывают торговые счета терминология в трейдинге дневная торговля и инвестирование в чем различие налоги для трейдеров сколько денег реально зарабатывать на рынке 7 дневных торговых ошибок которые каждый делает но вы можете избежать от дема к живой торговли как вести торговлю управление рисками лучшие 10 дневных торговых советов начинаем наш курс что такое дневная торговля определение дневной торговли то покупка и продажа финансового актива в течение одного торгового дня если вы ведете дневную торговлю то вы закроете свои позиции до того как рынке закроется в этот день чтобы зафиксировать свою прибыль дневная торговля обычно осуществляется с использованием торговых стратегий чтобы извлечь выгоду из наибольших движений цен высоколиквидных акциях или валютах самые прибыльные и популярные рынки дневной торговли сегодня форекс валютный рынок который является наиболее популярным и ликвидным в мире огромный объем торговли на рынке форекс делать его привлекательным для дневных трейдеров существует множество краткосрочных возможностей в трендовой валютной паре и непревзойденный уровень ликвидности обеспечивающий быстро и плавное открытие и закрытие сделок акции криптовалюты две самые популярные настоящее время bitcoin и эфириум финансовый инструмент на данный момент эффектный рост привел к тому что криптографы привлекли много новых инвесторов бинарные опционы самый простой и предсказуемый метод поскольку сроки и доходность успешной сделки известны заранее фьючерсы будущая цена товара или ценной бумаги товары нефть и природный газ продукты питания металлы и минералы если вы торгуете сап 500 днем вы будете покупать и продавать акции таких компаний starbucks и adobe на дневной торговле площадке форекс вы будете торговать валютами такими как евро доллар сша и фунт стервингов на фьючерсном рынке часто основанном на товарах и индексах вы можете торговать всем от золота до какао существует целый ряд методов и стратегий дневной торговли но все они будут опираться на точные данные тщательно изложенные в диаграммах и таблицах варианты дневной торговли свинг трейдинг скальпинг торговые зоны торговля по объему арбитражная торговля простая дневная стратегия выхода из торговли использование новостей именно те кто неукоснительно придерживается своих краткосрочных торговых стратегий правил и параметров дают лучшие результаты одна из лучших внутридневных стратегий существует громадное количество стратегий которые торгуются внутри дня некоторые являются общедоступными а некоторые это авторские разработки далее давайте рассмотрим на мой взгляд наиболее прибыльную стратегию которые можно торговать внутри дня стратегия называется пробитие каждый актив проходит фазу сокращения это может быть в середине тренда или в тот момент когда начинается разворот таким образом вы не должны искать направление когда рынок находится внутри торговой коробки в боковом движении вместо этого следуйте за трендом в тот момент когда коробка пробивается обозначьте прямоугольник с максимумами и минимумами когда цена находится во флете пробитие коробки с большим объемом цены означает сигнал на вход чем больше форма коробки тем больше последующие движения лучше всего торговать несколькими инструментами и входить в рынок когда на одном из них произошел пробой дополнение 1 формирование коробки не должно происходить в один и тот же день это может произойти предыдущий день но прорыв как правило оказывает значительное внутридневное движение и как трейдер вы должны использовать его для своей выгоды это понятие относится каждой технической стратегии торгового дня фактически время которое требуется активы до формирования нового движения прямо пропорционально величине нового движения примечание 2 если бокс формируется и разбивается в один и тот же день скажем на графиках m5 или m1 то торгуйте но ожидайте скромную цель торговля по настроению торговлю по настроению это торговля по тренду всякий раз когда происходит бычий или медвежий тренд на рынке преобладает определенное настроение настроение рынка обычно преобладает в течение длительного периода времени и дает вам захватывающие возможности для торговли сложность в том что вы не должны переоценивать тренд потому что через 3-4 дня крупные трейдеры фиксируют прибыль скальпинг одна из самых популярных стратегий скальпинг он особенно популярен на рынке форекс и рассчитывает извлечь выгоду из незначительных изменений цен движущей силой является количество вы станете продавать как только сделка станет прибыльной это быстрый и захватывающий способ торговля но он может быть рискованным вам нужна высокая вероятность успеха чтобы выравнить соотношение низкого риска к прибыли будьте внимательны к волонтильным инструментом и привлекательной ликвидности вам важно как можно скорее закрыть убыточные сделки моментум популярная среди торговых стратегий для начинающих эта стратегия вращается вокруг воздействия на источники новостей и выявления значительных трендовых движений при поддержке большого объема всегда есть хотя бы одна акция которая движется примерно на 20 30 процентов каждый день так что есть широкие возможности вы просто удерживайте свою позицию пока не увидите признаки разворота а затем выходите кроме того вы можете уменьшить падение цен таким образом ваша целевая цена будет достигнута как только объем начнет уменьшаться эта стратегия проста и эффективна при правильном использовании однако вы должны быть в курсе предстоящих новостей и объявлений о доходах всего несколько секунд на каждую сделку будет иметь значение для вашей прибыли в конце дня торговля по тренду трендовые трейдеры пытаются заработать деньги изучая направление цен на активы а затем покупая или продавая в зависимости от того в каком направлении движется тренд если тренд восходящий а цены сменяют друг друга более высокие максимумы то трейдеры открывают длинную позицию и покупают актив если тренд нисходящий а цены сменяют друг друга более низкие минимумы то трейдеры занимают короткую позицию продавая торговля по тренду не используется только дневными трейдерами, потому что вы можете держать свою позицию открытой, пока тренд продолжается. Однако, если вы придерживаетесь внутридневных сделок, вы должны закрыть их до того, как день закончится. Свинх трейдинг. Свинх трейдинг – это использование краткосрочных ценовых моделей, основанных на предположении, что цена никогда не движется в одном направлении в тренде. Вместо этого, свинг трейдеры стремятся заработать как на восходящих, так и на нисходящих движениях, которые происходят в более короткие сроки. В то время как трендовые трейдеры стремятся воспользоваться долгосрочными рыночными тенденциями, свинг трейдеры, как правило, больше заинтересованы в небольших изменениях ценового движения рынка. Они пытаются заранее определить эти развороты и торгуют, чтобы получать прибыль от самых меньших движений рынка. РСИ как индикатор перекупленности и перепроданности. Индикатор денежного потока сигнализирует о том, может ли актив быть перепродан или перекуплен, используя объем и цену, а не только цену актива. Он работает путем сравнения количества сделок за предыдущий день и текущий день, чтобы определить, был ли денежный поток положительным или отрицательным. Значение 80 или выше указывает на условия перекупленности и является сигналом для трейдера на продажу. А значение 20 или ниже указывает на перепроданные рыночные условия и является сигналом к покупке. Стратегия Ишимоку Кинка Хео. Ишимоку Кинка Хео также известны, как облако Ишимоку, является хорошим автономным индикатором. Он изображен на графике и состоит из пяти линий. Две из них образуют Сенко Спан, известный как облако. Другая, нужная нам линия, синяя и Джу Сен. Эта стратегия подходит для каждого торгового актива, поскольку ее правила связаны с трендом. Правило стратегии. Вы открываете сделку всякий раз, когда цена выходит из облака, что указывает на то, что потенциальный тренд, вероятно, прерывает обычную активность по фиксированной цене. Затем вы будете удерживать сделку до тех пор, пока цена не прервет синюю линию Киджу Сен или до конца торгового дня. Правило стоп-лосса. Используйте ордер стоп-лосс для этой торговой стратегии. Так как вы ожидаете, тенденцию Киджу Сен должен следовать за ценой. Момент закрытия также движется, поэтому используйте трейлинг стоп-лосс, который следует за ценовой активностью. Разместите его на относительном расстоянии, так чтобы оно всегда находилось на другой стороне Киджу Сен. Затем закройте сделку, если цена нарушит Киджу Сен. Не ждите взаимодействия со стоп-лоссом. Смысл стоп-лосса заключается в том, чтобы быть как можно ближе к Киджу Сен и защитить вас от резких движений по направлению против вашего ордера. Стратегия RCI и стахастический осциллятор. Эта стратегия предполагает использование двух торговых индикаторов. Индекса относительно силы и стахастического осциллятора. Эти два индикатора в основном используются для получения сигналов о перекупленности и перепроданности рынка. Таким образом, их основной целью будет торговля ценами. Это торговая стратегия скальперского дня, подходящая для всех торговых активов. Нашей целью здесь будет скальпирование рынка при минимальных ценовых движениях и опора на большое количество сделок. Это очень активная торговая стратегия, которая подразумевает многоздачность и хорошую реакцию на открытие и закрытие сделок в нужный момент. Два индикатора будут расположены под вашим графиком, у них будут отдельные зоны. Правило стратегии. Мы открываем сделку, когда получим сигнал перекупленности. Либо перепроданности от обоих индикаторов. Если оба индикатора уходят в нижнюю часть своих областей, мы получаем сигнал двойной перепроданности. Мы ожидаем повышения цены. Если оба индикатора уходят в верхнюю часть области, то мы имеем сигнал о перекупленности. Мы должны реагировать короткой сделкой в этом случае. Торговля будет происходить до тех пор, пока один из индикаторов не даст нам противоположный сигнал, поддерживаемый движением цены против нас. Правило стоп-лосса. Сделки могут быть очень короткими с точки зрения времени. Таким образом, стоп-лосс ордера должен быть очень жестким. Будет лучше, если вы определите конкретную дистанцию стоп-лосса и будете следовать ей для каждой сделки, например, 0.1%. Стратегия гэпа и торговля по price action. Торговля по гэпу происходит при торговле акциями. Обязательным условием стратегии являются разрыв, гэп, который образуется, когда рынок закрыт. Некоторые акции имеют разрыв, который образуется утром между торговыми сессиями. Правило стратегии. Ждем открытия рынка. Смотрим, какие акции имеют гэп. Затем, ближайшие 30-60 минут активы стараются стабилизироваться. Стратегия предполагает, что мы наблюдаем за тем, что происходит в первые 30-60 минут и открываем нашу торговую позицию на основе этих событий. Если акция начинается с медвежьего разрыва, а затем в течение следующих 60 минут цена заполняет разрыв в бычьем направлении, то у нас будет достаточно оснований полагать, что цена продолжит рост. Но если цена продолжит снижаться, то вероятнее всего она войдет в приличный медвежий тренд. Противоположные правила применяются, если разрыв является бычьим. Еще одна особенность торговой стратегии этого дня заключается в том, что мы будем постоянно использовать правила действия цены для определения точек выхода. Мы будем использовать линии тренда, паттерны свечей, графические фигуры, чтобы найти лучшую точку выхода для нашей сделки. Мы будем использовать индикатор объема, чтобы определить конец утреннего тренда. Какие бывают торговые счета? Часть вашей дневной торговой стратегии будет заключаться в выборе торгового счета. Существует множество различных вариантов аккаунта, но вам нужно найти тот, который соответствует вашим индивидуальным потребностям. Обычный счет. Дневная торговля с обычным счетом, также известным как торговля без маржи, позволит вам торговать только тем капиталом, который имеется на вашем счете. Это ограничивает вашу потенциальную прибыль, но также предотвращает и большой риск потери. Маржинальный счет. Этот тип счета позволяет вам занимать деньги у вашего брокера. Это позволит вам увеличить вашу потенциальную прибыль, но также возможен риск больших потерь. Вы также можете получить маржинальный кол, когда ваш брокер потребует большой депозит для покрытия возможных убытков. Терминология в трейдинге. Изучите торговый язык и словарный запас, и вы откроете для себя целый ряд торговых секретов. Ниже я собрал основной жаргон, чтобы создать понятный голосарий дневной торговли. Коэффициент кредитного плеча. Это коэффициент, на который ваш брокер будет умножать ваш депозит, давая вам покупательную способность. Автоматизированная торговля. Автоматизированные торговые системы это программы, которые будут автоматически входить и выходить из сделок на основе заранее запрограммированного набора правил и критериев. Они также известны, как алгоритмические торговые системы, торговые роботы или просто боты. Первичное публичное размещение акций IPO. Это когда компания продает фиксированное количество акций на рынке для привлечения капитала. Float. Это количество акций, доступных для торговли. Если компания выпустит 10 тысяч акций. При первоначальном IPO число акций составит 10 тысяч. Бета. Это числовое значение измеряет колебания акций на рынке. Пенни акции. Это любые акции, торгующиеся ниже 5 долларов за акцию. Соотношение прибыли и убытков. Пронцентном отношении. Это мера способности системы генерировать прибыль вместо убытков. Точки входа. Это цена, по которой вы покупаете и входите в рынок. Точки выхода. Это цена, по которой вы продаете и выходите из рынка. Бычий рынок. Если вы откроете бычью позицию в течение дня, вы ожидаете, что акция будет расти. Медвежий рынок. Если вы открываете медвежью позицию, вы ожидаете, что акция пойдет вниз. Рыночные тренды. Это общие направления, в котором цены и бумаги движутся в течение определенного периода времени. Горячие клавиши. Эти, предварительно запрограммированные клавиши, позволяют быстро входить и выходить из сделок. Что делает их идеальным. Например, если вам необходимо, как можно скорее выйти из проигрышной позиции. Диаграммы, графики, шаблоны и стратегии. Уровень поддержки. Это уровень цен, при котором спрос достаточно силен, чтобы предотвратить падение цены за его пределами. Уровень сопротивления. Это уровень цен, при котором спрос достаточно высок. Скользящие средние. Они предоставляют вам важные сигналы покупки и продажи. Хотя они не сообщают вам заранее. Если изменение неизбежно, они подтвердят, что существующий тренд все еще находится в движении. Используйте их правильно, и вы сможете использовать потенциально прибыльный тренд. Индекс относительно силы RCI. Используется для сравнения прибыли и убытков за определенный период. Он измеряет скорость и изменение ценовых движений ценной бумаги. Другими словами, он дает оценку эффективности недавних ценовых характеристик ценной бумаги. Совет по дневной торговле. Этот индекс поможет вам определить условия перепроданности и перекупленности при торговле активом, что позволит вам избежать потенциальных ловушек. Расхождение сходимости скользящих средних MACD. Этот технический индикатор рассчитывает разницу между инструментами двух экспоненциальных скользящих средних. Использование MACD может предложить вам прямые торговые сигналы на покупку и продажу, что делает его популярным среди новичков. Полосы Боллинджера. Они измеряют максимум и минимум цены по сравнению с предыдущими сделками. Они могут помочь с распознаванием образов и дать вам возможность принимать систематические торговые решения. Викс. Этот тикер для Чикажской биржи опционов и показывает ожидаемую волонтильность в течение следующих 30 дней. Стохастик. Стохастик индикатор это точка текущей цены по отношению к ценовому диапазону во времени. Метод предназначен для прогнозирования поворота цен путем сравнения цены закрытия цены бумаги с ее ценовым диапазоном. Дневная торговля и инвестирование в чем различие? Торговля на колебаниях. Трейдеры на колебаниях обычно торгуют в течение нескольких дней или даже недель, что отличает их от дневной торговли. Это все еще может быть хорошим методом для трейдера, который хочет диверсифицировать свои риски. Традиционное инвестирование. Традиционное инвестирование это более длительная игра, которая направлена на то, чтобы вкладывать деньги в популярные активы, такие как акции, облигации и недвижимость, для долгосрочного повышения стоимости. Реальный возврат инвестиций в течение всего года находится в диапазоне от 5 до 7%. Если вы еще не богаты и не можете инвестировать миллионы, традиционные инвестиции приносят слишком мало денег. Дневная торговля против долгосрочных инвестиций. Это две совершенно разные торговли. Они требуют совершенно разных стратегий и установок. Прежде чем погрузиться в один из них, подумайте, сколько у вас есть времени и как быстро вы хотите увидеть результаты. Я рекомендую иметь долгосрочный план инвестирования в дополнение к вашим ежедневным сделкам. Налоги для трейдеров. Налоговая ситуация для дневных трейдеров полностью зависит от того, в какой стране трейдер является налоговым резидентом. Кроме того, популярный актив, такой как биткоин, настолько нов, что налоговое законодательство еще не решило это валюта или товар. То, как вы будете облагаться налогом, также может зависеть от ваших индивидуальных обстоятельств. Например, в Великобритании. HMRC, как известно, подходит к дневной торговой деятельности с трех разных точек зрения. Спекулятивные, аналогичные азартным играм. Прибыль от дневной торговли, скорее всего, будет полностью свободна от подоходного налога, налога с бизнеса и налога на прирост капитала. Существенная торговая деятельность, занимающаяся индивидуальной трудовой деятельностью, вероятно, будет облагаться налогом на бизнес. Значительная деятельность частного инвестора, прибыли и убытки подпадают под действие режима налогообложения, перероста капитала. Из-за колебаний дневной торговой активности вы можете попасть в любые три категории в течение пары лет. Хотя вам не нужна лицензия, важно, чтобы вы тщательно следили за своими сделками, обращались за советом по налогам и соблюдали законы и правила при подаче налоговых деклараций. Сколько денег реально зарабатывать на рынке? Главным фактором в вашем списке плюсов и минусов, вероятно, является обещание богатства. Все мы слышали истории о дневных трейдерах-миллионерах, которые начали торговать всего с 1000 долларов, но вскоре сорвали куш и завоевали рынки. Хотя, конечно, они существуют, реальность такова, что доходы могут сильно различаться. Торговля в течение дня будет зависеть от ваших обязательств, вашей дисциплины и вашей стратегии. Тогда вопрос о реальном трейдинге, действительно ли это работает? Если вы готовы инвестировать время и энергию, то для вас это вполне подойдет. И это работает. 7 дневных торговых ошибок, которые каждый делает, но вы можете избежать. Дневная торговля может быть рискованной. Далее я дам 7 советов, которые позволят избежать ошибок. 1. Большие и самоверные ордера. Крупные ставки – это форма азартных игр. Это не приветствуется в торговле на форекс, либо торговле акциями. 2. Долгое держание позиций. Торгуйте только одной или двумя акциями в день. Попытка управлять чем-то еще для жонглеров, а не для трейдеров. 3. Удерживать неудачные сделки слишком долго. Знание того, когда закрывать неудачные сделки, требует опыта. Если вы продаете слишком быстро, вы теряете потенциальную прибыль. Если вы продаете слишком поздно, вы несете большие убытки. Большинство начинающих трейдеров обычно слишком долго держат свои неудачные сделки. Помните, что вы торгуете, а не инвестируете. 4. Закрытие прибыльных сделок слишком рано или слишком поздно. Управлять своими выигрышными позициями так же сложно, как управлять проигрышными. Решение планируйте заранее, когда выходить из рынка и придерживайтесь этого плана. 5. Слишком много технических индикаторов. Многие новички считают, что чем больше индикаторов на графике, тем лучше. На самом деле это не так. Наблюдение за большим количеством индикаторов может сбить воспринятие правильного решения. Чем меньше показателей вы используете, тем лучше. Выберите один или два, которые работают лучше всего. Вы должны экспериментировать, чтобы найти то, что работает для вас и освоить их. 6. Паника при покупке самых горячих акций. Торговля на импульсах была в моде и многие трейдеры преуспели в таких горячих акциях, как Tesla, Nvidia, Netflix и Beyond Meat. Погоня за горячими акциями опасна и ее следует избегать, потому что импульс может быстро обернуться против вас. Это нормально, следить за сильными акциями, цена которых растет. Просто не гоняйтесь за ними. 7. Недостаточно практики. Прочитав книгу или посмотрев видео о дневной торговле, вы можете подумать, что вы уже готовы к торговле. Слишком много денег и слишком мало опыта – это плохая комбинация. Прежде чем делать ставку на акцию, потренируйтесь с демо-счетом, чтобы нарастить свою торговую мощь. 8. От демо к живой торговле. Большинство трейдеров отмечают ухудшение производительности с момента перехода от демонстрационной торговли к живой торговле. Демо-торговля является хорошей практикой для определения жизнеспособности стратегии, но она не может точно имитировать реальный рынок и не создает те эмоции, с которыми сталкиваются многие трейдеры, когда ставят на карту реальные деньги. Когда вам станет удобнее торговать реальными деньгами, увеличьте размер своей позиции до порогового значения 1%. Кроме того, постоянно возвращайте внимание к тому, что вы практиковали и точно следуйте своей стратегии. 9. Нижняя граница. Выберите рынок, который вас интересует и на котором вы торгуете. Затем настроите подходящее оборудование и программное обеспечение. Выберите время дня, в котором вы будете торговать и начните торговать только в течение этого периода времени. Учитывайте свой риск, рассматривая каждую сделку, а также каждый день. Затем практикуйте стратегию снова и снова. Вам не нужно знать все, чтобы торговать прибыльно. Вы должны придерживаться одной стратегии, которая приносит деньги. Сосредоточьтесь на успехе с одной стратегией, прежде чем пытаться изучать другие. Оттачивайте свои навыки на демо-счете, но поймите, что это не совсем похоже на реальную торговлю. Как вести торговлю? Учитесь в дневной торговле. Есть множество советов и приемов для максимизации вашей дневной торговой прибыли. Торгуйте деньгами, которые вы можете позволить себе потерять. Крайне важно выделить определенную сумму денег для дневной торговли. Не торгуйте больше этой суммы. Не используйте ипотеку или арендуемые деньги. Почему? Возможно, вы их потеряете. Начните с малого. Не бросайте свою дневную работу. Вы можете испытывать удачу, особенно если рынок находится в состоянии устойчивого роста. Но вам нужно посмотреть, как работает ваша торговая стратегия, когда рынок становится грубым, особенно во время рецессии. Как только вы становитесь постоянно прибыльным трейдером, оцените, хотите ли вы посвятить больше времени торговле. Управление рисками. Приведенные далее правила могут помочь вам избежать некоторых крупных катастроф в дневной торговле, потому что важно управлять рисками. Управление рисками свойство к ограничению потенциальной потери денег. Рассматривая свой риск, подумайте о следующих вопросах. Размер позиции. Если сделка пойдет не так, сколько вы потеряете? Процент портфеля. Насколько сильно пострадает ваш общий портфель, если позиция будет убыточной? Потери. Какой уровень потерь вы готовы выдержать? Продажа. После заключения прибыльной сделки, как сразу вы входите в рынок? Даже с хорошей стратегией и правильными торговыми инструментами сделки не всегда будут в том направлении, в котором вам нужно. Важно иметь план, когда закрывать позицию. Правильное управление рисками предотвращает превращение мелких убытков в крупные и сохраняет капитал для будущих сделок. Это также означает, что трейдеры должны быть готовы осознать потери, которые многим трудно принять. Советы, как сделать дневную торговлю проще. Если вы еще не готовы стать игроком прайм тайма, вы всегда можете сначала попробовать симулятор фондового рынка. Торговля на бумаге включает в себя симулирование сделки с акциями, которые позволяют вам увидеть, как работает рынок, прежде чем рисковать реальными деньгами. С этим подходом вы также можете почувствовать платформу и функциональность брокера, в дополнение к тому, насколько теоретически вы были бы прибыльны. Хотя может быть полезно протестировать дневную торговлю в смоделированных условиях. Ничто не заменит реальной торговле, где у вас на кону деньги. Лучшие 10 дневных торговых советов. Первое. Всегда имейте план. Самый важный из всех советов по дневной торговле. Не ставьте реальные деньги, пока у вас не будет плана действий. Это означает, что вы знаете, что вы покупаете и продаете. Сколько вы собираетесь торговать и когда вы собираетесь торговать. Второе. Управление рисками. Крайне важно, чтобы вы сели и разработали стратегию управления рисками. Это гарантирует, что вы потеряете только то, что можете себе позволить. Третье. Используйте технологии. С миллионами другими трейдеров вам нужно использовать все ресурсы вокруг вас, чтобы оставаться впереди. При этом графические платформы предлагают огромное количество способов анализа, рынка. Мобильные приложения также обеспечат вам мгновенный доступ к рынку практически в любом месте. Добавьте к этому молниеносное подключение к интернету и вы сможете принимать быстрые, обоснованные и точные решения. Четвертое. Никогда не прекращайте учиться. Успешный трейдер никогда не просиживает на лаврах. Он всегда стремится торговать умнее. Это означает, что нужно быть в курсе новостей, использовать торговые книги и быть в курсе возникающих идей. Рынки развиваются и вам нужно развиваться вместе с ними. Пятое. Следуйте фактам. Убедитесь, что ваша стратегия основана на фактах и поддерживается ими. Люди – эмоциональные существа и после большой победы сегодня вы сможете чувствовать себя ненормально смелым. Не попадайте в эту ловушку. Пусть факты и цифры направляют ваши процессы принятия решений. Шестое. Придерживайтесь правилов хода и выхода. Не существует такой вещи, как идеальный вход и идеальный выход. Седьмое. Не концентрируйтесь на деньгах. Это может показаться нелогичным, но это имеет смысл. Наличие денег и мечта о них может заставить вас совершать безрассудные поступки. Например, получать крошечную прибыль в страхе потерять то, что вы уже выиграли. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы придерживаться своей стратегии и позвольте своей стратегии сосредоточиться на зарабатывании денег. Восьмое. Возьмите на себя ответственность. Слишком много трейдеров проигрывают, а затем заявляют, что рынок не для них. Девятое. Ведите торговый журнал. Ведение учета предыдущих сделок – бесценный совет. Программное обеспечение теперь позволяет вам быстро и легко охранить всю историю торговли, от входа и выхода до цены и объема. Вы можете использовать эту информацию для выявления проблем и изменения своей стратегии, что позволит вам принимать разумные решения в будущем. Десятое. Знайте, когда остановиться. Если стратегия не работает, не используйте ее.